Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Сейчас мы выполним упражнение 42 на странице 30 Учебника по русскому языку до 2 класса автора Климановой. Прочитайте стихотворение. Можно ли написать, назвать выделенные слова синонимами? Объясните почему. Дуб, дождя и ветра, вовсе не боится. Кто сказал, что дубу страшно простудиться? Ведь до поздной осени он стоит зелёный. Значит дуб выносливый, значит закалённый. Так Макова. Слова выносливый и закалённый являются синонимами. Их общее значение способны много вытерпеть или вынести. Составьте одно-два предложения о том, как выглядит дуб осенью. Запишите их. У дуба толстый ствол и раскидистая крона. Его листва остаётся зелёный до поздней осени. Выпишите из текста 4 слова с бездарными гласными, одно слово с непризносимыми согласными. Дождя, бездарная гласная О, проверочное слово «дождь». Боится, бездарная гласная О, проверочное слово «бойзно». Стоит, бездарная гласная О, проверочное слово «стоя». Закалённый, бездарная гласная А, проверочное слово «закаливание». И слово с непризносимой согласной поздней, непризносимой согласной Д. Проверочное слово «опоздал». Если вам понравилось видео, смотрите остальные видео решения на нашем канале Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео